Давай. Да, только сейчас подписали, потому что это мой клиент, и я все свои 150 договоров не вожу, понимаете? Я с каждым клиентом не обязан возить с собой договор, это дубликат. Ну и подписал. Ну и подписал, будьте здоровы. Что вы занимаете в этом кульке, пожалуйста? Откройте мне кулек, что там находится? Вин уже упечатанный. Ничего, мы сейчас откроем, потому что вы нас не пустили на следующий день. Открывайте, пожалуйста, что в кульке? Выбудьте, пожалуйста, но я могу право вас напускать. Вы имеете право делать только то, что позволено вам законом. А по закону адвокатов должны были пустить с первой минуты. Мы не должны были ломать дверь полчаса, чтобы вы нас пустили. Если вы хотите жить в правом государстве, так ведите себя, как нормальный следователь, а не как беспредельщик. Нормальная людина? Два часа, когда не пускают адвокатов? Закрыли подъезд, закрыли дверь? Если вы нормально постукали, мы бы вам сразу відкликали. Скажите, кто не слышал, как я стукал? Вы слышали, как я стукал в дверь? Слышал. А вы не слышали? У вас, может быть, проблемы со слухом есть? Мы сразу начали кричать и загрюкать. Мы попросим, чтобы вам провели медосмотр насчет слуха. Открывайте, пожалуйста, этот кульок. Что в этом кульке? Мы не будем открывать, если люди уже обучатываются. У вас есть разрешение на обыск и выемку каких-то ценных вещей? Можете мне санкцию показать? На данный момент я вам еще показывала ухвал. У вас на огляд только есть, но никак не на изъятие. Так что давайте, пожалуйста, открывайте, что в этом кульке. То есть это грабеж, простым языком обычный грабеж. Грабеж, я понял. Какая разница? Да хоть бы я его подписал. Вызывайте две группы захвата, потому что мы буйные, скажите. Мы очень буйные. Волосы, а облакаты ведут себя очень сильно адекватно. Рассказывают про... Волица Лаврска, 4, квартира 96. Скажите, пусть берут танк, потому что мы без танка не сдадимся. Скажите, товарищ прокурор, вы слышали, что я стучал в двери? Вот вы лично слышали? Я слышал, как кто-то стучит в двери. Я вас не видел за дверью. Да? А следователь вам не сказал, что идут адвокаты Гриценко? Мы сейчас уточняем, проводим сельсию. Нет, вы... Вам сказал вот эта женщина, следователь? Я с вами сейчас не общаюсь и разговариваю с адвокатом. Пожалуйста. Товарищи понятые. Станка здесь запрещена. Он и пустиран. Пустиран. Нет, не пустиран. А что он делает? Я не знаю, просто держит телефон. Кто вы такой? Кто вы такой вообще? Представьте, пожалуйста. Кто вы такой? Я прокурор. Я вас информирую, что за классный закон об адвокатуре, я записываю сейчас видеодоказы нарушения прав адвокатов. Я вам теперь... Вы нарушили наши права. Вы нас не пустили на обыск. И выемку. Вот запакованная, смотрите, какая-то обценная ваза. Где вы сейчас находитесь? В приватном помешканне. Которое вы вломились. Что тут проходит сейчас? А я у вас хотел спросить, что здесь проходит. Здесь проводится осмотр. И что вы... Я вижу, как вы осмотрели эту вазу и завернули ее. Это осмотр по-вашему? Меня следома обманули. Сказали, что будет только углет. И все. И составлен акт. Сейчас они пакуют и выносят вещи. В вещи. Понятно. То есть происходит грабеж обычный? Ясно. За то, что будут выносить вещи, которые вы найдете никто, речи не шло. Понятно. И нету того перечня, что ищут. Где эти вещи там. Если это ваза, то где у них она какой-то, я не знаю, допустим, на эту вазу, что это есть. Можно, Махни, секунду? Мы дошли к тому, что мы имеем право, как адвокаты здесь, или не имеем. Подождите. Мы имеем. Он запаролен? Мы это уже только что установили. Напишите мне пароль на листочке. И как называть? Вот ручка. Прощать конституцию? Можете на договоры залезть. Усоба, мая право на захист, право добомовы. Все остальное, что там, я не буду вам искать. Там пол книжки написано про захист предпозреванного, и свитка, и всех остальных. Так. Все. Какой представитель нас у нас? Это приземовый важный. Две группы захватать, девушка. А лучше три, потому что мы буйные. Кто он такой вообще? Власник по делу? Кто он проходит? Он свидетель? Или он подозреваемый? Кто он такой? Власник Житлав, в котором он проводится сличный день. В каком деле? В каком деле? Криминальный план. Какое? Но ему объяснили? Да. Все следователь написал. Вы уже написали все ему, что-то, которое гнало? Нет. У нас еще осталось. Все знакомое. Еще знакомое. Вы вручили человеку указ, съемка засвечена. Там он даже телефон не снимает. Не, я снимаю открыто, потому что меня не пускали целый час в эту квартиру. Я буду сдавать заяву про злоченное Виталия Ярему. Чтобы вас, так товарищ прокурор, уволили из прокуратуры. Это у вас в кабинете запрещено. А вы вломили чужое помешканье моего клиента. Поэтому я просто снимаю. Знаете еще почему? Сейчас, Колька, подожди. Знаете, почему я снимаю, товарищи? Знаете, сказать вам? Вы видели, что в магазине Граф происходило? Я боюсь, что будет здесь то же самое. Когда прокуроры, ваши коллеги, следователи суют в карманы всякие ценные вещи, там, ценные часы, кольца. Вот мне стыдно. Мне стыдно за нашу милицию, понимаете, которая нас полчаса не пускает. И стыдно за эту прокуратуру, которая ведет себя просто как грабители какие-то, а не как законопослушные граждане. Продолжение следует...